здравствуйте рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале not pastrigoon также вы можете видеть это видео у нас в группе вконтакте not pastrigoon и сегодня у нас с вами на обзоре последняя модель шевера от эндис это их самый дорогой на сегодня шевер примерно в три раза дороже чем предыдущие модели самый навороченный ну и вообще самый интересный во всем начиная с упаковки упаковка очень стильная если посмотреть старые примеры эндис то самое крутое что было до этого выглядит примерно вот так невзрачно в общем-то коробочка из глянцевого картона здесь же гораздо более интересная форма более плотная коробочка старая потому что было мягко легко проминалось при транспортировке там при отправке почты бывало коробочка мялась выглядела некрасиво но внутри всегда все было и цело здесь же упаковка прям таки отдает премиальностью на упаковке у нас перечислен некоторые краткие характеристики которые у нас уже отличают данный шевер от всех предыдущих ну давайте коробку откроем и внутри коробки у нас лежит еще одна коробочка еще более симпатичная еще более интересная выполнена она в таком чисто черном дизайне черный матовый с глянцевыми буквами создай свой путь то есть заказ такой на элитность коробка у нас на магните как защелкивается то есть вот здесь вот не просто она лежит она на магнитах он немножко они просвечивают очень круто очень симпатично и дальше но раскладывается вот таким образом внутри у нас лежит сам шевер шевер внутри у нас вот это вот все вытряхивается бумажечки здесь у нас лежит куча наклеечек которые вы можете наклеить куда-то там себе на рабочее место не знаю или на машину в черном биле в цвете в белом цвете разноцветные какие угодно лежит какая-то визиточка с благодарностью за выбор за то что купили этот не дешевый абсолютно шевер и вот здесь у нас интересно так открывается так хопа такая вот коробочка в которой у нас лежат аксессуары аксессуары это зарядное устройство там вот видно щеточка для чистки в россии пока не продается соответственно это американец больше ничего в коробочке не только зарядно расстраивает что опять нам не доложили в упаковку зарядную подставку у этого шевера есть зарядная подставка но продается она на сайте отдельно то есть хотите подставку платите еще денег хорошо давайте убираем коробочку в сторону посмотрим на шевер шевер очень удобно лежит в руке здесь вот такая ребристая поверхность это резина какая-то довольно жесткая но не скользкая абсолютно и внизу уже обычный глянцевый пластик что еще можно сказать отметить здесь у нас тоже прорезиненная зачем ну не знаю может чтобы вот так вот ставить больше мне голову ничего не приходит здесь тоже резиновая вставочка мягкая то есть в принципе можно и так поставить но и точно вам не советую потому что очень шаткая конструкция без подставки стоит очень плохо имеется симпатичная подставочка в дальнейшем наверное их закажем привезем просто на момент когда мы покупали сами шеверы этих подставок еще не было даже на официальном сайте на самом деле если уж вы разорились на такой шевер то наверное стоит купить к нему и подставочку хват очень удобный поскольку корпус маленький корпус компактный гораздо компактнее чем вот эти вот шеверы которые классические которые прямо во всю руку поэтому держать хорошо вес 180 граммов это вес достаточный для того чтобы ощущать в руке но руку не тянуть кроме того из удобств эргономики здесь есть индикатор заряда остаточного очень удобно при работе вы видите сколько у вас осталось здесь времени поработать кстати говоря одной зарядки хватает примерно на 200 минут работы это больше трех часов работы от одной зарядки на сайте я информацию не увидел поэтому это то что мы замерили у себя в магазине при этом время зарядки всего 60 минут 1 час до полной зарядки и потом три с лишним часа можно работать понятно что время работы зарядки может варьироваться но тем не менее 3 часа здесь вы получите и это очень хороший результат что еще необходимо отметить здесь про зарядку это форму дырочки вот этой комплекте идет зарядное устройство многие уже догадались о чем я хочу здесь сказать но если не догадались то это разъем usb type-c то есть точно такой же разъем как используется на всех современных телефонах на базе android понятно что iphone там идет своим путем да но если у вас android вы вполне можете заряжать и шейвер и телефон на рабочем месте одним и тем же шнуром кроме того если у вас нет зарядной подставки фирменный то можно сделать вот такой вот фикус купить у китайцев магнитный адаптер для зарядки что это такое это вот берете потом шнурок и он у вас примагничивается присасывается и заряжать можете от обычной зарядки для телефонов это прекрасно работает на шикарная тема то что здесь сделали универсальное зарядное гнездо которому подходит не только вот эти вот зарядки оригинальные эндисовский но и вполне себе бюджетные или не очень бюджетные сторонние зарядки для телефонов поскольку допустим а у предыдущих шейверов эндисовских там была сугубо своя зарядка которая иногда иногда ломалась и приходилось искать где же ее купить не всегда не были в наличии здесь такой проблемы не будет поскольку можно купить в любом общем-то магазине электроники хоть там в эльдорадо хоть в видео хоть в днс зарядку для этого шейвера или сразу несколько заряд на работе на второй работе дома и так далее хорошо можно сделать зарядку на магните и еще интересная вещь здесь у нас и крышечка на магните да я здесь не буду отрывать эту этикеточку но крышечка на магните то есть она в принципе может полностью сниматься на если этикетку снять но не будем нарушать целостность окей это круто то есть эта крышечка не слетит она очень удобно крепится она со временем не разболтается магниты не разболтается она никогда у вас не будет слетать бритвенная головка и так здесь мы впервые видим на профессиональных шейверах такого не было ни у самой эндис не у волны у моза шейвер ни у других брендов которые позиционируют себя как профессиональные выпускают шейверы ни у кого из них не было шейвера с триммером то есть вот здесь вот такая вот история как у многих бытовых электро бритв считали до этого что вот профессионалам это не надо надо я вас уверяю всегда найдется там один непослушный волосок который вы пропустили триммером и потом будете подбирать где-нибудь там на шее в районе затылка и будете материться блин я уже отложил триммер чего опять брать здесь не надо будет в один проход все снимается соответственно почищать можно будет гораздо быстрее волосы где-то там по шее зачищать территорию хорошо получается что для вот этого шейвера ему в принципе не обязательно перед ним проходится триммером но желательно снимается крышечка у нас вот так вот и что мы видим внутри внутри у нас опять же новая для шейверов эндис нет такого не у эндис не у волны у моза у них вот этот нож подвижный там просто ребра вот так вот поперек сетки стоят и ходят они срубают здесь же у нас не просто ребра здесь у нас именно ножи которые сделаны вот так вот аркой и получается они вот этой боковой гранью свои срезают волос получается что нож становится более долговечным и он дольше служит за счет этого придется реже менять бритвенные головки бритвенные головки на этот шевер они дороже чем на обычные шевер эндис примерно в два раза но я думаю они и служить будут в два раза дольше потому что во первых другая конструкция режущего ножа который лучше срезает волос и меньше царапает у нас изнутри бритвенную сетку и кроме того за счет триммера встроенного да вот этот посередине штучки меньше раз на будет елозить по одному и тому же место шевером и соответственно меньше времени будет он работать соответственно опять же на большее количество стрижек его хватит кроме того впервые среди шеверов эндис волос этим шевером можно проводить не только сухое бритье но и влажное здесь корпус полностью герметичный и за счет этого можно во влажной среде работать этим шевером не попадет не здесь у нас влага не через кнопку не через зарядку разумеется не стоит мы этим злоупотреблять да и оставлять его сырым желательно после того как вы поработали промыть его и просушить тогда прослужит дольше поскольку любая нержавеющая сталь она на самом деле ржавеет просто медленнее чем обычно двигатели здесь стоит с оборотами заявленными 9 900 оборотов в минуту это в общем-то не намного больше чем предыдущих шеверов у тех было 9 ровно то есть можно сказать что обороты никак не изменились остальные основное изменение это бритвенная головка ну и в целом дизайн и зарядка и форма и упаковка короче изменений на самом деле довольно много и получилось довольно крутая штука давайте попробуем сделать вывод мое отношение к этому инструменту понятно что надо его еще испробовать в эксплуатации его надежность его долговечность но те характеристики которые я вижу это просто супер супер дизайн супер эргономика классные бреющие головки классно что им можно проводить влажное бритье и шикарный дизайн в качестве подарка подойдет абсолютно где используют дома или на работе и дома и на работе на работе однозначно подходит дома многим хочется шевером пользоваться не каждый день раз там два в неделю когда уже борда отросла этот шевер подойдет поскольку у него есть встроенный триммер дорого но удобно классно замечательно еще бы подставочка в комплект на этом пожалуй все будут какие-то вопросы задавайте их либо в комментариях под этим видео на ютюбе либо в контакте боюсь скоро туда перейдем на этом на сегодня все пока пока следите за нашими новыми обзорами